приветствую друзья на youtube канале все для клёва мы с вами на втором батле большого кубка fish dream в одесской области и вторая пара соревновалась это одна из фаворитных скажем так пар которые реально спортсмены посмотрите на их снаряжение садки это же бомба просто вот но как говорят что сегодня что-то клёв был плохой что-то мелочишка сейчас посмотрим что у нас есть это у нас финальная часть соревнований это стас и алексей соревновались его 820 еле успели приехать на финальную часть уже их батла посмотрим так чисто там был кило 820 до здесь маленького пола решающая может быть два 450 шинга два четыреста шестьдесят ну что ж победа у нас алексея поздравляем его тяжело тяжело да понятно это александр прошлый участник соревнований все вы увидите прессу александр алексей несколько слов для youtube канала для зрителей youtube канала все ли плевать расскажите приезжали пару дней назад тренировались рыбы намного больше до сегодня приехали поэтому тут игры с бубнами были понятно образные ну хоть буквально еще но пару минут расскажите как вы пришли к фидерной ловли какие у вас есть достижения в спортивной рыбалке вот что-нибудь достижение там особых нету пришел рыбалкой с 5 удочками бегал что-то как-то уставал и рыбу не ловил потом узнал про фидер начал ходить по магазинам узнавать там у продавцов толком тоже не могли ничего рассказать пока не попал на любительский турнир где были опытные фидеристы так ним примкнул в 2014 году уже первое соревнование я поймал одну рыбу 20 грамм вот там какое-то предпоследнее место занял второе соревнование вообще ничего не поймал вот а потом потихоньку уже что-то ну хоть что-то у вас какие достижения были в спортивной балке не скромничайте пожалуйста да не было никаких в личном зачете еще не побеждал ни разу то есть иду к этому понятно хорошо спасибо большое за ваш комментарий сейчас пойду поспрашиваю у стаса что-нибудь осторожно я не поймался стас расскажите вы пожалуйста как вы пришли к фидерной в ловле и дурной пришел из карповой ловли так а в карпу вы как пришли карпу вы просто с товарищи привел до до этого ловил как и все нам акушатики на прочие снасти он товарищ предложил съездить на соревнования так участвовали в карпу понравилось интересно очень стать пожалуйста когда крупную рыбу ловишь так вот а фидерная пришел один раз меня товарищ тоже пригласил поучаствовать фидере приехал понравилось тем что более темповая рыбалка то есть если на карповый можно за трое суток одну-две рыбы поймать фидерная хоть и мелочь но клюет постоянно даже выходит чуть чуть дешевле чем карпа понятно на первое соревнование вообще во время тура сидел спал у меня на квивере паук паутина успел свить так раньше боролись лишь бы последний так и достижение были как и серебряными призерами на кубке в области в команде мы с напарником чемпионы на кубке области в николаеве и я чемпион области на чемпионате понятна такие понятно не нормально что отлично супер вообще пока более серьезных достижений не к статус стремимся я пойму расскажите пожалуйста на какую снасть вы ловили и очень интересно если какой-нибудь маленький секретик для за телеканала себе ну секретики поделитесь я могу сказать такое что скажем так в эту пару ничего невозможно предугадать потому что рыба не реагирует не на корм на состав корма ей без разницы что сыпать и сыпать ли вообще это несколько раз на рыбалку ездил в этом году и проверял очень капризная к насадке то есть она требует одну то другую насадку постоянно приходится что-то выдумывать и опять же играться с повод длиной поводков размером крючка формой крючка потому что бывает сегодня работает один крючок сечет рыбу все отлично приезжаешь навязал этих крючков начинаешь ловить по дороге исходы начинаешь вы думаете какой крючок ставить то есть в принципе по пушкам есть три формы крючка это чико схода и ладжи вот ими пользуемся разных производителей просто сегодня ловил на 10 очень крупный удивление мелкая рыба но засекалась лучше на крупный крючок чем насадки сегодня использовали обычно мотыль является панацеей если не клюет вообще то на мотылях все так клюет сегодня мотыль выгнори в полном рыбой его вообще не клюет самое лучшее сегодня это комбинация там нескольких видов опарышей а с какая у вас была станция снаска оснастка оснастка онлайн то есть ну как бы на все украинских правилах принято как и на фипсе международных разрешено только онлайн основном а можете показать сейчас вымыты на самая в принципе на мой взгляд самая простая оснастка заключается в чем на основном шнуре отвод под кормушку бусинка кусочек фидерга мы к нему привязан поводом то есть фидерган для чего нужно чтобы при скоростном выматывание грубо говоря не обрывать рыбик а также если крупная рыба попадает меньше варианта что она сойдет или оборвёт драма не получается тут небольшой подводе конец не ходе к я на течение есть карабины для кормушек с отводом понять если настоящий выйдет оставлю просто пробовал от пятидесяти сантиметров и до двух метров в основном ловил на в районе метров полоток большую часть на такой полоток понятно рыбалка вещь такая непредсказуемая из-за чего я здесь был воскресенье ловилась по одному мы здесь были во вторник ловилась по-другому сегодня не ловилась вообще ну такая рыба которую мы обычно считаем мелочи сегодня была биг фишин как говорится понятненько принципе все дистанции лова были у меня 40 метров рабочего лёша там 37 по моему и лёша еще пробовал ближнюю дистанцию 18-20 метров я на ближние вообще не уходил пробовал ловить на 60 метров невозможно удержать кормушку даже 80 грамм сносит основная вас шнур до я ловлю на шнуры какой диакта шнура вас стоит он 06008 основного шнура основной ух елки-палки такая еще тоненький при ловле кормушками да там 80 грамм можно ловить на очень тонкие шнуры это дает меньшую меньше пару шнура ну да стечение его не так выдувает и соответственно меньше тянет кормушку то есть если течение более сильное надо использовать тяжелые кормушки тоже в основу ну я лично ставлю тонкие шнуры на основу и добавляю в конце шок лидер то есть из толстого шнура шок при силовом забросе не обрывать основную леску вся нагрузка приходится понятно а шок лидер длина два удилища или сколько ну я мотаю обычно где-то 12 метров для чего делает для чего это делается для того чтобы при забросе вот шнур на шок лидер используется уже такой где-то 25-30 лб и здесь вот у меня намотана 12-15 метров для чего мотается не две длины удилища чуть больше потому что у федоров колечки маленькие и чтобы при силовом забросе узел не бил по кольцам не выпивался ну и опять же если сильное течение чем больше всяких узлов на шнуре или на леске тем больше вариантов что за них что-то будет цепляться уже вот мы ловили в приднестровье там дистанции лова 80 90 метров приходится кидать далеко тяжелые кормушки 100 120 грамм и течение несет много мелкой травы когда вы матаешь она забивает кольца и бывает ломаешь вершинки ну и соответственно рыба сходит понятно вот такие дела удилища месяц для ловил я одна палка 36 в принципе почти весь тур провалил под конец оборвал знать на 1 на 2 перешел на хэвик то что осталось запасу понятненько да и какую прикормку использовали сегодня сегодня fish dream а и кью супер black супер black черная черная с небольшими креплениями зелененькие метро и почти уже местом можно понюхать я ее ничем не разбавлял замешал чистым как по мне так и на вафлями артек пахнет ну ты же бисквит весеннее время когда массовый ход таранье я не знаю это может губам мое мнение но роль прикормки такая второстепенная потому что ребята которые ловят так называемую классическую оснастку то есть груз три крючка больше шансов поймать рыбу чем на до причем ловишь по 2 по 3 да надо потому что рыба стоит в разных ярусах мы это регулируем длиной поводка ну да а у ребят изначально там по три крючка стоит вот сегодня соседи при нас подлещика отдал он вытянули я еще в этом году подлеща 9 понятно огромное спасибо за то что поделились свои своими секретиками канала все для клёво большое вам спасибо всего самого хорошего удачи спасибо большое алексей вам удачи следующем туре всего хорошего я все ладно хорошо не хвастанье елки-палки друзья значит самый главный секрет это не желайте спортсменам удачи желайте не хвастанье швей правильно вот так все но мы с вами прощаемся были канал все для клёво друзья и смотрите в следующих видео будет опять же такие батлы будут новые секреты поэтому смотрите и наслаждайтесь каналом все для клёво всем пока всего хорошего